Привет всем! Покупаем. Java программисты. Для вас, наверное, будет самый полезный доклад, кто пользуется другими продуктами JetBrains, PyCharm, PHP Storm, еще какие-то там другие есть. Aqua. Aqua, да, тоже для вас будет, может быть, менее полезен, но там пересечение процентов, наверное, на 90 будет по фичам. Поэтому это очень сильно, возможности от ватчика очень сильно завязаны скорее не на возможности UI-инструмента, а на возможности рантайма. Если вы используете какой-то технологический стек, который отличен от Java, там могут быть другие фичи. Так, давайте начнем, во-первых, с того, зачем вообще дебажить. Надо ли это? Выскажите мнение. Конечно надо. Надо? Почему? А как иначе? Мы пишем идеальный код. Или наоборот, еще хуже, когда не должно работать, а работает. А как идеальный код без дебага получается? Можно просто лог писать. Мое мнение, что дебаггер – это не инструмент продуктивности. То есть, если вы уже оказались в дебаггере, значит, вы облажались уже где-то в другом месте. Чтобы быть продуктивнее, лучше писать тесты. Правильно, Андрей? Абсолютно. Вот. Пишем тесты, тогда получается идеальный код. К сожалению, жизнь не идеальна, и у нас иногда не бывает тестов, иногда мы их не пишем, иногда нам достается код, который написал другой идеальный программист, и он не работает. Ну или тест валится. А вы не дебажили тесты никогда? Вот, да. Да. Мы сегодня подебажим тесты, у меня тоже есть примеры. Да, да. Вообще, когда, если я вдруг вспоминаю про отладчик, у меня всегда перед глазами почему-то не IntelliJ, а вот эта вот картинка. Олдскул и свело, да? Кто пользовался? Олды здесь, да? На самом деле, если посмотреть на возможности вот этого мега-иде, которому 30 лет, 35 лет, не помню, когда он там был выпущен, почти все фичи там уже были. Evoluate expression, step in, step out, там еще что-то, какие-то вотчи добавить и так далее. Если сегодня идею откройте, то наверняка вы, как обычный пользователь, которому просто надо что-то дебажить и посмотреть, как работает, пользуйтесь всеми теми же возможностями, которые были в VDE того времени, может быть, это не очень продуктивно, а может быть, можно что-то узнать полезное. И вот сегодня я хочу вам показать некоторые фишечки такие маленькие в разных сценариях использования. Может быть, вам это будет полезно. Не факт, что это будет вам всем полезно, потому что, может быть, вам не надо дебажить. Хорошо, но что дебаггер вообще предоставляет? Он по факту дает возможность где-то остановиться, проинспектировать поведение или состояние программы, как-то проанализировать в этом состоянии память. Про память мы сегодня, кстати, говорить не будем, будем про поведение больше смотреть, примеры. И, в принципе, если вы оказались в дебаггере, значит, у вас какая цель? Понять, как оно работает или воспроизвести баг? То есть у вас уже баг есть, ошибка, вы пытаетесь эту проблему решить. Иначе зачем в дебаггер вообще лезть? Это непродуктивно. Давайте начнем с примера, который... Интересно, я тут переставил штучки, который как бы про продуктивность, как бы не совсем фича дебаггера, но активируется в дебаггере для джава-программистов. В других языках нечто подобное, конечно, тоже есть. Дотнет ближе всего по похожести. Это в Дотнете называется Evolated Continue, в джаве это называется Hot Swap. На мое удивление, многие джава-программисты про это не знают, поэтому я решил это включить. Джава-программисты, кто знает, что такое Hot Swap? Как он работает? Примерно, да? Примерно как-то мы знаем, что как-то он... Hot Swap вообще название вроде должно само за себя говорить. Давайте посмотрим. У меня есть простая программка, очень простая. В цикле что-то печатается, спит, опять что-то печатает, опять спит и так далее. Давайте ее запустим и посмотрим, что будет. У меня специально там код свернут, чтобы вы не увидели, что там происходит, чтобы вы не догадывались сразу же. Вот она бежит, она должна печатать значение какое-то, причем значение там в цикле просто строчка собирается и должна выплевываться. Что случилось? Почему ничего не печатается? Давайте интерактив. Тестов не написано. Понятно, это как бы специально. Это implied, да? Потому что зависишь от состояния в классе C. Состояние в классе C. Ну, как бы состояние я получил, оно должно распечататься. Почему не печатается? Метод нет, скорее всего. Чего-то ждет. Чего-то ждет. Ну, как бы очевидно, да? Давайте предположим, что мы не совсем понимаем, что он ждет, и не знаем его реализацию. Вы же не знаете его реализацию. В дебагере есть такая приятная вещь, как возможность не остановить, а поставить паузу на программе, и увидеть, что же там все-таки происходит. Естественно, она что-то ждет. Она пытается считать какие-то байты. Что за байты? Посмотрим в Сактрейсе. Ага, в моем пользовательском коде он пытается считать строчку. Да, сейчас программа ждет где-то внутрях JDK, на самом деле на вызове нативного метода. И последняя пользовательская строчка в моей программе – это вот это. Что как бы намекает, что мне надо отсюда как-то выйти посредством ввода какого-нибудь штуки. С паузы надо снять. И она вывелась опять. Давайте проскочим этот момент нахождения кода. Мы его найдем по Сактрейсу легко. И он нас приведет, в принципе, вот сюда. Давайте я вам логику немножко объясню. В цикле собираем строчку, запрашиваем. Здесь специально какая-то вот эта строка по считыванию ввода пользователя есть, чтобы остановить программу. А дальше, в принципе, ничего с ней не делается, кроме как выводится на экран. И собирается строка, которая выплюнится там нам дальше. Теперь у нас был разговор про хот-своп. Хот-своп, возможность хот-свопа появилась в 1.4 в Java. И она ограничена очень сильно только телом метода. Но это не единственный нюанс. Многие, которые знают про хот-своп, думают, я сейчас перепишу код, он у меня по хот-свопится, будет новый код бежать. Давайте я вам продемонстрирую, что это не так. Вот та же самая ситуация будет. Мы опять за... Ты сначала продемонстрируешь, что так. Что так. Что хот-своп работает все-таки. Я думаю, просто люди, может, верят, что он работает, но как бы... Мало рук было. Мало рук было? Так, ну давай поставим бряку после этого рида, да? Отпустим программу. А, я должен же ввести что-то. Правильно? Я должен был ввести дебаг, строку какую-нибудь, один, чтобы он вылетел. Допустим, я не хочу, чтобы больше он в этот рид заходил вообще. Но я не могу этого сделать, потому что я в этом фрейме нахожусь. Но я могу взять и заменить эту логику этого метода на что-то другое. Сказать, что там пустая строчка всегда возвращается, и пофиг. Перекомпилирую код. И он меня спросит, перегрузить? Я говорю, перегрузить. Он берет эти байты, отправил в дебаг, и будь что будет. На самом деле он не контролирует ничего, ничего не проверяет, не делает никаких проверок. Если виртуальная машина съела эти байты, перегрузится, скажет, все хорошо, видели зеленый боп-ап, все классно. Мы увидим новую логику. F9. И теперь, в принципе, у нас программа как раз без остановок будет работать и все время что-то печатать. Что-то лишнее печатать будет, потому что пустые строчки, мы сейчас уберем их отсюда тоже. И теперь они как бы на каждой строчке печатаются. Ну, здорово как бы работает. А что, если мы этот хот-слоп попробуем поломать? Вернем наши те строки, которые были для ожидания ввода. Эта строка нам не важна. Теперь мы можем перекомпилировать без рестарта приложения, в принципе, увидеть результат. И теперь программа остановилась. Теперь она точно что-то ждет, я думаю. Дебаггер. Да, вот она здесь висит. Или все-таки... А, вот, отлично. Давайте посмотрим. Она в тех readbytes находится. Да, я сейчас состояние программы где-то глубоко в недрах GVM. Если мы попробуем наивно так вот взять и это изменение сделать, как мы в прошлый раз его делали, и сказать, ну, больше я не хочу считывать, как бы, это, в принципе, интуитивно кажется. Но на самом деле мы находимся глубоко в цепочке вызовов. А наш метод, который мы меняем, он находится где-то под этими фреймами. Мы его сейчас пытаемся изменить, а выполнение кода где-то глубоко происходит. Замена этого фрейма может произойти только, когда все вот эти фреймы дойдут обратно сюда. И тогда он сможет поменять. То есть если я сейчас это сделаю, команд F9, рекомпельнул, перегрузил, он мне говорит, тут вообще-то как бы другой фрейм теперь, а у тебя старый он. Надо бы его резетнуть, но резетнуть не получится, потому что машина ждет где-то в нативном коде. Поэтому надо его отпустить. Поэтому его надо отпустить. Так. И тогда уже он вроде как начнет... А, что я его... Не могу зарезюмить больше, да? Где я нахожусь? А, ну правильно, я же должен был это... что-нибудь ввести. Вот. И теперь он поехал. То есть он выполнил старый код, вернулся куда-то в новый. Подменил фрейм, стало все хорошо. Это окей. Это окей. Просто многие не ожидают этого поведения от футсопа. Вот. На самом деле менять поведение программы можно более как бы отладчиковым способом. Сейчас это была возможность рантайма. Причем, если вы там сделаете какой-то рефакторинг, добавите метод, еще что-нибудь, и точно так же отправите байты в GVM новые, то вам GVM скажет не могу. Я не шмогла. Он не может добавлять новые методы, новые классы там реализовывать и так далее. Давайте посмотрим, как можно менять поведение в каких-то случаях без того, чтобы прибегать к возможностям рантайма, а именно какие возможности есть у отладчика. Значит, ну, поскольку мы можем в любом месте в принципе остановиться и так, и что-то поменять, какое-то значение, посмотреть значение переменных, состояние программы, можно, ну, допустим, мы покрутим этот цикл немножко. Видите, строчка собирается, да, вот тут, в верхнем углу, вот тут вот. и у нас есть переменная цикла. Мы взяли эту переменную цикл, решили, хочется заново. Set у нас, грубо говоря, цикл пойдет заново. Хоп, 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 собирается строчка дальше. Так бы оно уже было, вышло, и у нас бы уже было что-то собрано. В принципе, это такое, как бы, баловство, казалось бы, но на самом деле мы можем сделать немножко более эффективный вариант, то есть мы тут пытаемся что-то сманипулировать, чтобы получить другой ответ этого метода, да, там не 0, 1, 2, 3, 4, 5, а что-то другое. И вот это что-то другое в принципе можно сделать за счет вызова force, force, force return, где мы можем на самом деле вернуть что угодно и увидеть это в результате. Это довольно прикольный момент для экспериментирования, особенно если это код не вашей программы, а код библиотеки, над которым вы контроля не имеете, то есть вы не можете его поменять и сказать, вот веди себя теперь так, там какие-то лог-стейтменты добавить и так далее. Но код библиотеки у вас есть, он подключен к проекту, вы можете поставить breakpoint в принципе виртуально в любом месте программы, остановиться там, заставить программу выпрыгнуть из того метода с таким-то значением. Кроме этого, на самом деле интересно экспериментировать. Там вопрос? Да, небольшой по поводу вопросов с интернетом. Если это не примитив, не стримка, то это объект? Можно создать объект, можно не только с примитивом это сделать. Вот. Да, кроме того, чтобы просто вернуть значение, у нас есть похожая ситуация, когда нужно поэкспериментировать, например, с каким-то поведением библиотеки на отказоустойчивость. Что произойдет, если? Например, 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 сказать не не force return, а throw exception. И выбрать какой-нибудь exception, который, может быть, вы не обрабатываете, все что угодно. То есть, сейчас метод же у меня не декларирует, что он кидает IO exception, например. А что будет, если я это сделаю? IO exception. Конечно, будет crash. Бац. Ну, понятно, обработчик GVM это перехватил. Там стоит такой ultimate breakpoint виртуальный. Но если мы отпустим программу, мы увидим crash. То есть, вот здесь, вот в этом месте стоит виртуальный breakpoint, грубо говоря, для того, чтобы в последний момент все-таки отинспектировать, что с программой происходит. Может, там есть какая-то информация. Окей. Если мы уже говорим об exception, пользовались вы когда-нибудь возможностью поставить breakpoint на exception, на бросание exception. Немногие, но давайте посмотрим. Например, у меня в коде есть такая глупость. Вот такая. Вот так. Хорошо видно? Окей. Надеюсь, что хорошо. Дебаг. поставить на любой exception, например. Здесь такая галочка есть, сказать, чтобы остановиться, остановить все потоки. То есть, в принципе, любые конфигурации здесь доступны. Другие конфигурации, про которые мы чуть позже поговорим. Но можно сказать, что перехвати любое место, откуда кидается exception. Это прикольно на самом деле, потому что ты так ловишь уже не там, где ты его поймал, этот exception, а там, где он все-таки кинется. В данном случае хоп, класс not found exception. Это где-то в недрах GVM на самом деле. Да. Я боюсь, что здесь сейчас будет много. А, нет. Вот. Нульпоинтер. Ой, нет. Арифметик exception, да. Не нульпоинтер. Сорян. Вот он. Вот. Здорово. Это был первый пример со всякими разными возможностями дебаггера, очень базовыми. Кто что-нибудь новенькое узнал? Прикольно. А кто не узнал, не пользуется идеей, да? Здорово. Ладно, давайте посмотрим теперь немножко... Что-что? Громче. Рассмотрение вашей лекции. Хорошо. Молодцы. Неприятно. Так. Посмотрим другой вариант. В какой Java у нас появились лямбды? Восьмой. Молодцы. Когда появились лямбды, мы стали писать в одну строчку? Да. Да? Все же... Это классно стало, писать в одну строчку какую-нибудь там логику, цикла, да? Дебажить плохо. Ну да, дебажить плохо. И тогда люди начали лямбды свои разбивать на разные строчки для того, чтобы... Дебажить все равно. Дебажить. Вот. На самом деле, в какой-то момент в идее все-таки напряглись и сделали возможность ставить брейкпоинт на конкретную лямбду. То есть, когда вы пытаетесь на строчке поставить точку останова, и на ней несколько экспрешенов, среди них лямбды, где у вас все-таки спрашивают, ты хочешь на строчку поставить или в конкретную лямбду? Ну, давайте попробуем в конкретную лямбду поставить, запустить отладчик, дебаг, и он... Я должен был убрать эту штуку. Сейчас. Где она там была? Вот эту. Уберем. F9. Вот она в этой лямбде остановилась. Что делать? Ну, вот мы остановились в первой лямбде. Мы дебажим что-то, там какие-то предикаты, какие-то фильтры, так далее. А что можешь делать? Вот остановиться и что дальше? И что дальше? Ты такой посмотрел, ну, здорово. Вот посмотрел, навел строчку этот самый. Мы сейчас ничего не видим, но остановился, да, вот. Так, сейчас. В том-то и дело, что, ну, мы можем увидеть состояние вот этой лямбды. Чаще всего там какой-то один параметр и все. Как бы, проинспектирует, там немного чего есть. Максимум, что ты можешь сделать, начать степать. А L-lent можно было использовать? Ну, да. А можно? Да. Можно, можно. Evaluate expression и так далее. Но люди такие увидели, о, я могу остановиться в одной лямбде, я могу остановиться в другой, буду дебажить стримы пошагово. Ну, успехов, если это вот такой простой вариант с четырьмя значениями на входе, может быть, нормально. А если 10 миллионов, наверное, не очень прикольно. Че делать? Стонвертировать специфику и противобачить. До конца недели, да? Если тебе платят за количество нажатий на F7, тема. Другой вариант. Не по этим, не по лямбдам дебажить, давайте остановим, а поставить нормальный брейкпоинт. то есть, лямбда брейкпоинт, он интересен только для какого-то очень специфичного случая. Клево, что можно его поставить, но как бы огромной пользы кажется, может быть, польза есть, когда вот нужно именно это, и эта штука есть, тогда это огромная польза. Но можно поставить простой брейкпоинт на строчку, и сейчас, сейчас строчка наша состоит из кучи разных вызовов, экспрессионов и так далее. если мы запустим дебаггер, то он сначала остановится просто на этой строчке, но если мы захотим что-то там сделать, например, F7 опять же нажать, дебаггер меня спросит, а что ты хочешь сделать-то? Ты хочешь прыгнуть в какую-то лямбду, ты хочешь в какой-то метод прыгнуть, и дальше я могу просто выбирать. Это чуть-чуть более эффективно. Ну, то есть эффективно в каком смысле? Я могу сразу же провалиться куда-то в метод, но если я начну прыгать по лямбдам, я, в принципе, вернусь к тому первому сценарию. Это тоже будет не суперэффективно. Тут хорошего ответа нет. Наверное, работа с данными требует работа не в отладчике, а скорее там в таблицах, в Excel, где-то еще. Но, по крайней мере, ситуацию вы отладить сможете, какая логика стрима, как она работает и так далее. А внутри лямбды можно типа кондишен брейкпоинта поставить? Да. Кажется, это поможет. Да. Если я вилл больше тысячи, ну да. Кондишен ты тоже можешь написать. То есть лямбда брейкпоинт ничем не отличается от обычного брейкпоинта, кроме своей позиции. А на этой строчке можно поставить несколько брейкпоинтов в разный лямбда? Я думаю, что нет. Ну что? Что такое? Турбо паскали были лямбды? Если перед точкой нести на новые строчки, тогда можно поставить? Да. Тогда последний вариант, что можно, как можно дебажить такие стримы, это остановиться нормально на этой строчке и посмотреть стрим-дебаггер. Он в принципе был сначала сделан для Котлина, потом его сделали для Джавы и к сожалению, я бы не сказал, что он 100% безбажный. И он не дебаггер, он эмулятор, он берет все, что у вас есть на входе и пытается это просчитать. То есть, если вы кинете ему гигабайтный файл, ну, посидите, подождете, если у вас память хватит. он делал фильтр турист, потом фильтр турист. То есть, мы на самом деле вот видим, что мы получаем на входе, смотрим фильтр, визуализацию, ну, ничего не отфильтровалось, потом другой фильтр, отфильтровалась одна строчка, потом маппим куда-то в объект, допустим, в юзера, это были айдишники, мы получили трех пользователей и положили в турист, как бы, опять у нас список получился. Или мы можем сделать для маленьких операций вот такую вот визуализацию, и когда у вас не очень много данных, когда они не слишком страшные, то, в принципе, этим легко можно посмотреть логику. Это здорово. Обращу внимание на конечный результат, мап. Да, когда мы уже маппим, у нас были какие-то строки в начале, в конце мы получаем какие-то объекты. Объекты отображаются в разных частях дебаггера, там, в, как мы это, в отчах, в часах, или в наблюдателях. В наблюдателе, когда мы смотрим на какие-то объекты, они как-то отображаются. Объекты могут быть разные, с разными уровнями вложенности, и когда мы на них смотрим, продуктивно смотреть на них, когда у них есть хороший toString. Если этого хорошего toString нету, вам его надо либо дописать, либо как-то придумывать, как этот объект будет отображаться. К сожалению, иногда хороший toString совершенно не означает, что он полезный для дебаггера, поэтому в дебаггере заведены специальные рендереры в разных вариантах, то есть как DataView, вы даете ему объект, говорите, отображай в дебаггере его так. Например, у вас вложенность какая-то есть, вас интересует какой-то очень вложенный параметр этого объекта. То есть если у вас хороший toString, он хорошо отобразится. Если его нету, надо прибегать к возможности рендеринга для объектов, и мы на них тоже посмотрим. есть вопросы? Кидайте сразу же. Да? Асинхронные что? Асинхронные стримы. Смотри, вот эти стримы, которые сейчас были на экране, там никакой асинхронности нету. Они ленивые, да, но они не асинхронные. Если мы говорим про асинхронность, у нас сразу же всякие комплитабл фьючер, и вот эти, там другие задачи у нас возникают. скорее не параллел стримы, он параллел стримы. Есть, мы сейчас мы дойдем до примера, может быть это ответит на твой вопрос. Есть настройки брейкпоинтов, которые позволяют как-то с этим работать. Дошли до такой штучки, такой настройки для брейкпоинтов, как метод брейкпоинт, и как многие из вас пользуются метод брейкпоинтами. Ну то есть ставишь не на какой-то строчке конкретной внутри метода, а прям на метод, на его сигнатуру. Никто? Да, там машет рукой человек один. Исторически метод брейкпоинтами стараются не пользоваться, потому что они очень сильно замедляют работу рантайма, и в дебагере это приводит к очень сильному замедлению. Поэтому какое-то время назад в идее вместо обычных метод брейкпоинт, брейкпоинтов заведены, как бы эмуляция. На самом деле, когда вы ставите брейкпоинт на метод, ставится брейкпоинт в реализацию, на первую строчку этого метода. То есть в принципе выигрывается перформанс, но плюшка от метод брейкпоинтов не в этом. Вот смотрите, у нас есть какой-то интерфейс, у которого есть реализация. Мы можем поставить брейкпоинт на метод, у которого нет реализации. То есть она есть где-то там. Мы поставили на интерфейс, а не на конкретный statement внутри метода. То есть вот сюда. Хоп, он немножко по-другому отображается, ромбик такой, но теперь он перехватит вызовы любого реализации метода бу. Сейчас очень простой сценарий будет. то есть вот у нас получается откуда-то реализация возвращается. Их у меня две в программе, это сразу же видно. И метод бу будет вызываться на следующей строчке. То есть дебаг, мы запустились и оказались в реализации. Это на самом деле не очень импрессив, потому что не очень как бы удивительно, потому что мы вот этот кейс могли реализовать совершенно простым сценарием, сказав, что мы же знаем, где этот метод вызываться будет. Этот бу, он у нас вызывается вот здесь. Соответственно, если я хочу попасть в реализацию, я могу поставить брейкпоинт здесь, перезапустить дебаггер, здесь остановиться и простым степпинту оказаться ровно там же, где я вот с помощью этой крутой фичи оказался. То есть на самом деле вроде как ничего крутого. Но это только в случае, если у нас код полностью статичен, а в платформе у нас есть своего рода динамика. Динамика какая, джава-программисты? Reflection. Да. Вот смотрите, если у меня бу нормально подсвечен, то фу серенький. Я если F7 нажму, то есть findusages, он мне скажет, нигде ничего нет. Нету реализации этого метода. Почему? Ну, как бы, а представим, что у меня ситуация, что я точно знаю, что поведение, которое я вижу, там, в логе где-нибудь, просто вот, поведение программы, оно точно должно приводить в эту, в эту функцию. идея мне говорит, что нигде не вызывается. Давайте попробуем, как бы, поискать, что происходит. Поставим breakpoint сюда, отладчик, остановись. И мы остановились в реализации. Ну, очевидно, она вызывается через reflection. А почему статический анализатор не мог найти? У идеи очень умный статический анализатор. Если я просто строчку дам, какой метод вызвать через reflection, он его найдет. Значит, он не напрямую через конкретно класс вызывается, через классовый острин, где-то хитрее. Я же могу с помощью какого-то, то есть, название метода может получаться результатом чего-то, правильно? Этого названия может быть не написано вообще в строчке. Она откуда-то получится результатом какой-то операции. Вот. То есть, метод breakpoint на интерфейсе это как-то такой wildcard. И, в принципе, еще, если добавить туда, насыпать какие-нибудь условия, он становится довольно полезным для вообще сложных случаев. А он в реальности вставляет на первую строчку всех классов, которые реализируют этот момент? Да. Ну, понятно, что это ты должен заплатить. чем-то, да? В дебаггере перформанс тебя так сильно не кусает до тех пор, пока ты можешь дождаться, когда он все-таки запустится. А если реализация в Монтайме создается, то есть, тоже. Можно заранее поставить в Монтайме. любой класс, когда грузится в GVM, проходит свои этой, как он называется, сервисабилити. И, соответственно, пройдет вот эти все команды дебаггера, которые туда поставят брейкпоинт. Окей, давайте перейдем к следующему варианту. Вот у нас немножко побольше уже пример. он почти помещается в экран. Очень простой, да, синглтончик. У нас создается один раз инстанс, и потом этот инстанс, когда мы его запрашиваем, 10 раз он распечатывается. Ничего такого хитрого. Я даже не в дебаггере сейчас запущу эту программу, а просто. То есть, мы увидим один и тот же референс. Везде 8.4.6, 8.4.6, 8.4.6. Программа работает как хотелось бы. Какие возможности есть для представим, что инициализация вот этого кэша ну, какая-то более сложная. Там есть какая-то логика, куда-то лезет еще, может в базу данных залазить и так далее. Что-то читает. И хотелось бы эту логику отладить, не перезапуская программу. То есть, один раз не удалось, хочу еще раз, без того, чтобы перезапускать, например. Что можно сделать? В идее есть, кроме обычных брейкпоинтов, есть такие интересные настройки брейкпоинтов, которые позволяют вносить в программу какое-то поведение. т.е. Вот я сейчас выделил instance и нажму shift и клик. Вот так. Такая комбинация в работе с UI shift, клик, что-то выделено, намекает дебаггеру, что, наверное, я хочу сделать такой брейкпоинт, который будет на самом деле не останавливаться. Так, я что-то сделал не так. Извиняюсь, я, наверное, не выделил. Сейчас я сниму его. Я когда кликал два раза. Вот. То есть он захватил эту переменную и сказал, ты, наверное, ее хочешь распечатать. То есть если я просто запущу эту программу, сейчас даже в отладчике она на самом деле не будет останавливаться на этой брейкпоинте, потому что у него суспенд, галочка снята. И все, что он будет делать, он будет распечатывать вот этот инстанс. Но это просто экспрессион. На самом деле сюда можно поставить прям целую программу написать туда можно. Можете написать ее где-нибудь в нормальном коде, где-нибудь в вашей же программе, в вашем же проекте, а сюда ее просто вызов какой-нибудь статический метод поставить. И все заработает. А что мы можем здесь сделать? А, например, сказать нуль, опускай будет так. и еще сказать, что new instance created. Пускай вот так. Хоп. Дан. И теперь, если мы запустим в дебагере, он не будет останавливаться, он каждый раз перед заходом на вот этот if будет сбрасывать instance на нуль, соответственно, мы каждый раз будем создавать новый экземпляр объекта, и вы видите, они все разные. Интересная штука. А что можно еще со спиндингом брейкпоинтом делать? А в комбинации не останавливающегося брейкпоинта с кондишенами других брейкпоинтов, можно устраивать довольно интересную чехарду, скажем так, жонглирования для каких-нибудь таких нетривиальных workflow, как вот в проекте может быть. Например, вот код. Запускается какой-то процесс с параметром. Этот параметр передается в метод. Потом этот параметр передается дальше. Потом он передается еще дальше. Потом какое-то ветвление. И когда вы дебажите это, вы уже забыли, что там было и откуда этот параметр пришел. То есть вы дошли до конца, видите, он распечатался. Ну и чего теперь? Как бы надо теперь вспомнить, что там было 30 вызовов тому назад. Ну, в принципе, статический анализ VDE этому немножко способствует и помогает. Можно сказать data flow from here или to here. Мы сейчас в самом конце кода находимся, скажем, to here, поскольку мы это сделаем на ID-шнике, который сюда прилетел. Мы увидим. Ага. Ну, вот оттуда он пришел. Вернулись. Здорово. И тут есть еще какие-то ветвления. Здорово. Ну, как бы в обе стороны работают. Здорово. Допустим, вот это место, вот это ветвление нас как бы смущает. Смущает в каком смысле? Мы хотим остановиться где-то вот здесь вот в аутпуте в последнем глубоком методе, но только когда он вызван по какому-то пути конкретному. И вот как выставить теперь условия, чтобы остановиться вот здесь, но только тогда, когда он прошел через степ 4. Желтым какой-то флажок поставить? Нет, желтый просто, он существует. Он просто существует, можем сказать, его latent lock там какой-нибудь, но он ничего не делает. То есть он просто ударится. Он просто произойдет факт того, что мы налетели на этот breakpoint и где-то себе поставили галочку, что этот breakpoint был ударен. А вот в этом следующем, так, а вот в этом мы можем сказать disable until hitting the following breakpoint и выбрать. То есть если там ударилось, что? Что это за breakpoint? Все. Нет, вот этот конкретный, вот этот. То есть я здесь ему список есть в программе и там прибежишься. Да, да. То есть если нас интересовала зависимость на 251-ю строчку, вот я ее, 252-я на самом деле здесь, там свернутый метод был. Вот. И он сейчас отключен. Он показывает, что он отключен. Давайте подниму. Вот. поэтому такая иконка. И когда произойдет условие, что мы ударились вот в этот breakpoint, тогда он включится. До этого как бы он будет просто висеть. То есть если мы сейчас запустим этот сценарий, вот мы ударились здесь и можем проверить по stacktrace, вот мы прилетели сюда и степ 4. Здорово. Таких возможностей в 2-го паскале не было. Так, что у меня еще есть, какие примеры. Ну, дошли до тестов. Давайте подебажим тесты. Любите дебажить тесты? Вот вот эти штуки, да? Да, фильтры, ну, я бы сказал, что это для каких-то сложных случаев, то есть кто тебя вызвал, да, и так далее. Я бы не советовал пытаться здесь их вводить гораздо эффективнее, когда ты остановился на брейкпойнте и такой, о, вот это меня интересует. Я хочу, чтобы вот он опять в следующий раз остановился здесь, такой alt-enter, и там будет список intention-ов, как бы, чтобы заполнить автоматически вот эти вот штучки. паскалн, понятно, как бы, тут циферку вел, и все. А вот color filters, например, у тебя классы в GVM или в GDK могут очень забавно называться, прям сюрприз, как они называются, с долларами там и так далее, такая длинная череда, поэтому, поэтому, наверное, не очень удобно бывает. Ну, кроме того, на самом деле, вот color filter, да, он на самом деле позволяет поставить breakpoint, по-моему, у меня здесь стояло. Там что-то типа да, да, грубо говоря, ты можешь сказать, что вот остановись в любом, вот здесь этот грубо говоря написан, такой, в любом вот таком прокси, то есть для того, чтобы поставить breakpoint в GVM программе, вам не обязательно знать полностью, досконально название там сигнатуры, и этого кода может не быть, он может там запусцирован быть, спрятан каким-то образом, динамически появляться и так далее, а вот такие штуки позволяют breakpoint ставить вот куда угодно. Так, хоп, следующий пример, тесты, мы же любим дебажить тесты, посмотрите на логику теста, я вам попробую быстренько ее объяснить, у нас есть список, структура данных, список, запускается поток, который попытается число 17 в этот список добавить, если его там нет. Вот он запустился, и в этом же потоке, то есть два потока получается параллельно, main и не main, какой-то другой, пытаются добавить одновременно туда число 17, если оно там отсутствует. И, собственно, все. И потом проверка самого теста, что в списке у нас должен быть только один. Да, я тут на всякий случай замечу, что используется наивно так вот синхронайз лист, вот, для того, чтобы сбить вас с толку, как будто бы у нас синхронизированная коллекция, и туда не должно добавиться ничего одновременно, да. Если я этот тест запущу, внимательный ребенок заметил бы, что здесь уже все зелененькое, и должно все пробежать. И он будет зеленый, если я вот так его буду запускать. Но, то есть, это же, как? Что? Ложно-позитивно. Ложно-позитивно, или вообще такие проблемы, ну, это конкуренси, да, у тебя все может работать там в миллионе случаев, и потом один раз на Новый год упасть. Как такое проверить, ну, запустить тест больше, чем один раз? Например, есть настройка такая, которая говорит, повтори, пока не упадет. Вот. И, ну, можно долго ждать, но рано или поздно это случится. Я на всякий случай сделал скриншот, когда у меня получилось. Ну, давайте попробуем подождать, и, может, оно упадет прямо у нас на глазах. Что? Может, больше попорка? Можно, о, все-таки упало. Да, иногда можно долго ждать, 100 тысяч итерации пройдет, но сейчас у нас пробежал тест 6250 раз и один раз свалился. И он, он честно нам рапортирует, что в экспект мы хотели один, а получили два. Что делать? Вот был вопрос про асинхронность. И, как бы, мы видели, как работают брейкпоинты до сего момента. мы ставим брейкпоинт где-то в программе, вся программа останавливается. К сожалению, такой подход не позволяет асинхронные программы так эффективно как бы ими жонглировать, потому что что-то должно происходить, пока мы остановились. Поэтому в брейкпоинтах есть такое условие suspend all или suspend только тот поток, останови только тот поток, в который мы приземлились. Вот здесь в брейкпоинт в этот. давайте его сделаем и посмотрим, что, как будет вести себя программа. То есть дебаг и у нас два потока практически одновременно пытаются сейчас добавить, то есть они на самом деле остановились, два потока вот на той строчке. Они оба сейчас будут делать проверку. Откуда мы знаем, что это два потока? Нам тут IDE подсказывает, что брейкпоинт reached in thread thread 1. Не очень контрастный экран, но как бы у меня просто он такой жирно-зеленый, поэтому я его сразу же вижу. Вам немножко напрячь зрение надо. Я когда запустил программу, она бежала в мейнтрейде, а тут мне говорит дебаггер, что там где-то в другом трейде тоже он ударил по этому брейкпоинту. Поэтому я могу между ними переключиться и посмотреть, что происходит. Ну вот, мы на самом деле видим, что вот здесь мы находимся, а в другом потоке тоже на этот брейкпоинт программа налетела. То есть мы вот так вот перепрыгиваем, мы даже видим, что другой stack trace по-другому выглядит немножко. Давайте посмотрим, что будет происходить. Мы в том другом потоке, который пытается добавить число 17. делаем шаг. Проверка была, она удалась. Переключились на другой поток. Делаем шаг. Проверка тоже удалась. Мы же еще не успели добавить ничего. Теперь оба потока беспрепятственно попробуют добавить цифру 17 туда. Добавили size 1. Переключились на другой поток. Где тут memory у нас? Watches. Вот. Список тот же самый. Там уже число 17 есть. Соответственно, мы сейчас добавим его второй раз туда. Вот. Не вру. И отпускаем программу. F9. F9. И она у нас крашнулась. Ну, то есть тест упал. Вот. Это как-то поможет ответить на вопрос при работе? Да? Здорово. На самом деле есть еще штучка. Я скоро покажу. Так. Какие у нас уже были примеры? Это мы смотрели, это мы смотрели. Дебаггер. Да, рендереров дошли. Я вам вначале говорил про то, что объекты просто так отобразить как бы в дебаггере можно только с тустрингом или с какими-то другими возможностями. Какими возможностями? Давайте вернемся к нашему тому первому примеру и остановимся на брейкпоинте. На самом деле в самом конце. Дебаг. Чтобы увидеть, что происходит с объектами. Уберем это. Увеличим это вот у нас есть юзеры какие-то. Сейчас у них есть тустринг, но если бы его не было, можно было бы сказать отобрази его как-то по-другому и сказать или сказать, что создай еще один какой-нибудь и этот еще один какой-нибудь другой создается к сожалению только в настройках IDE. Есть возможность это вынести как бы во внешнюю конфигурацию, чтобы делиться с командой, но это не так тривиально, мне кажется немножко UX в этом месте недодуман, но как это выглядит, мы можем свои тустринги грубо говоря здесь реализовывать и если у нас есть вложенные какие-то свойства этих объектов, мы им можем задавать какие-то экспрессионы. Вот сюда. я хочу показать как рендерится список. Вот пример того, как выглядит тип, во-первых, что руками такое не всегда напишешь, ну то есть он в коде не виден, там это доллар и так далее, поэтому из рантайма легче всего это создавать, когда вы уже на breakpoint остановились. и этот же как бы сейчас рендерер, который я там отконфигурировал, вот он здесь отрабатывает. Когда вы настроили его и сказали я хочу какой-то экспрессион, чтобы отображалось какое-то свойство объекта, сейчас это список, давайте его отобразим как обычный view as list, вот это обычная view списка. то есть у нас есть просто элемент каждый и мы на него можем посмотреть, а если я скажу от рендер мне его пожалуйста с моим видом, он сворачивается, говорит, что здесь только размерность коллекции и есть два каких-то выражения, которые я должен сказать evaluate, потому что они могут быть тяжелые, я их там от руки написал каким-то образом, что они делают, первый говорит я возьму 10 и отображу, а второй говорит я брошу 10 и отображу все остальные и все остальные будут отображены уже с дефолтовым, потому что там может быть миллион каких-то элементов, да, как я это написал, я это написал вот create renderer, my renderer, вот здесь вот просто некоторые expression написал, да, stream limit 10 отобрази первые 10 или наоборот drop не все остальные, вот так, для чего это прикольно, когда у вас прям такой граф объектов большой, там на десятом уровне вложенности вас какое-то значение интересует, вы можете ему такой интересный вид view создать, чтобы вот здесь отображались только те нужные вещи, которые вас интересуют, это достаточно продуктивно. Так, это был, сейчас скажу, это был мой последний, а, кроме вот такого способа определения рендеров, на самом деле у JetBrains в аннотациях есть такой пакет, JetBrains annotations, который можно подключать к своему проекту для того, чтобы аннотировать на лоббилити аннотациями, еще какими-то вспомогательными аннотациями для dataflow анализа и для статического анализа, но вот есть вспомогательные аннотации для рендеров, честно говоря, тоже не очень удобно, потому что это какой-то код в строчках, ну, то есть он, вы не будете какой-то подсказки здесь в этом месте от IDE получать, хотя, в принципе, могли бы, но это просто один из способов. Вопрос или в том, что если у тебя есть доступ в коду, то почему бы тебе доступ в коду не написать? А если у тебя есть доступ в коду? А если его нету? А если его нету из библиотеки, у тебя какие-то объекты возвращаются тяжелые, то ты, к сожалению, его не можешь поменять. Но и аннотацию ты не сможешь поменять? Аннотацию можно добавить, есть возможность добавления аннотаций на код, который ты не можешь изменить. Называется код стайл. Сейчас. есть код дженерейшн, вкладка, она очень хорошо спрятана. Во-первых, код дженерейшн не найти, это очень неинтуитивное место. И в конце стоит галочка, которая говорит use external annotations. Что это такое? в список интеншенов будет добавляться еще один вызов. Допустим, мы где-то какой-нибудь какой-нибудь юзер сейчас найду. Юзер. И вот здесь ink, я ему скажу annotate метод ink. Что значит? Например, в какой-то аннотации deprecated. И он говорит, тут есть annotations.xml, я туда эту конфигурацию добавлю и радуйся. Она будет коммититься, и IDE знает, что там внешне, эта информация только для IDE, не для чего-то еще. То есть он говорит, здесь какой-то получается такой hint, что он deprecated, но это не настоящая аннотация, она не появляется. Можно туда в xml прыгнуть? Да? Нет, он прыгнет на аннотации. Некоторые внешние библиотеки таким способом проаннотированы где-то внутри в недрах идеи поставляются эти аннотации внешние поставляются автоматически вам. Вы иногда открываете внутренний код JDK например какой-то, а там вот такие вот hinty. То есть это через этот механизм сделан. Мне кажется, что здесь недоработано это возможность скрещивать то, что вы делаете через окошко со внешними аннотациями как-то. Вот последняя вещь, которую я хотел бы показать тоже из возможности для работы с асинхронным кодом это асинхронные stacktraces. Вот задачка. Создаются таски, складываются куда-то в список. И потом следующий метод запускает эти таски. То есть он берет этот список, по нему итерирует и говорит экзекьютору выполни этот таск. И собственно вот этот сам таск, не очень важно что он делает, он просто что-то печатает. Поставим здесь breakpoint и увидим что происходит. Дебаг. И по умолчанию эта фича включена, то есть ничего делать не нужно. Она показывает нам stacktrace немножко по-другому. Поскольку у нас факт запуска таски и ее создания были разделены во времени в программе, очень интересно иногда узнать вот скажем это наш код где мы ударились breakpoint а кто этот таск на самом деле запустил это вот этот метод. Но без такой трансформации stacktrace вы это к сожалению отловить не сможете. Вот я сегодня закончу свое демо я показывал только возможности анализа поведения программных через breakpoint какие-то evaluate экспрессион даже не открывал я думаю вы все знаете что это такое есть еще возможности как бы инспекции состояния программы объектов памяти и так далее там тоже много возможностей это еще на часик мы здесь тогда залипнем вот спасибо что пришли я надеюсь что было полезно в других иде так похожие возможности есть они очень сильно зависят от рантайма поэтому не все один к одному хотите вопросы спрашивайте что Продолжение следует...